Памятник Памятник воздвигнут чуть ли не в каждом городе, а в некоторых даже два, как, например, в Твери. Наш город действительно отличился. Сразу два памятника одному поэту. Оба в центре. От одного до другого пять минут ходьбы. Вполне возможно, скоро еще одним монументом лирику у нас станет больше. Муниципальные власти вознамерились увековечить память Лермонтова. Даром, что тот, в отличие от Александра Сергеевича, нашу губернию видел только что из окна персонального экипажа. А если и останавливался у нас, так разве что бы размять ноги или поменять лошадей. Лермонтов восемь раз проезжал через Твери. Но мы знаем, что местоположение Твери таково, что кто только не проезжал через этот город. И надо ли всем ставить памятник. В таком случае гораздо больше оснований ставить памятник Александру Николаевичу Островскому, который не просто проезжал через Твери, который бывал в Твери, который даже оставил описание тверских мест в связи с тем, что участвовал в экспедиции по волжским городам, которую затеяло Министерство морское. И он был одним из участников этой экспедиции, а именно по Тверской губернии. То есть, полагаю, что это очень натужный проект и искусственный. Так что Тверской интеллигенции сразу стало ясно, откуда ветер дует. И дело не только в 200-летнем юбилее со дня рождения поэта. Как обычно, в советской власти бывало, да, очередной юбилей. Здесь 200 лет поэту. Как-то надо увековечить. А тут еще и стимул был. Приехал высокий чиновник от культуры, который оказался потомком рода Лермонтовых. Правда, Тверские СС в массовой информации быстренько назвали его потомком Лермонтова, чего, в принципе, быть не могло, как мы знаем. Ну вот потомок рода Лермонтовых, тезка по всем статьям, да, тройной тезка поэта. И, наверное, это еще каким-то образом подогрело, ну, если не интерес, то желание. И думаю, что это желание все-таки было стимулировано каким-то образом сверху. И ведь ладно бы действительно Тверская земля была бы обделена вниманием всевозможных знаменитостей. Напротив, при желании можно составить длинный список из тех, кто не просто совершил путешествие из Петербурга в Москву, но и жил здесь. Достаточно вспомнить Достоевского. Один из тех русских писателей, кто действительно известен на весь мир, он оказался у нас в августе 1859 года, вернувшись из ссылки. Это здание бывшей гостиницы Гальяне среди тверичан в первую очередь известно благодаря Александру Сергеевичу. Однако так получилось, что и Федор Михайлович здесь тоже жил. Однако, если Пушкин оставил сугубо положительные отзывы, вовсю нахваливает тамошние пармезанец, макарони и яичницу. Однако Достоевский был от Твери совсем не в восторге. Сумрачно, холодно, каменные дома. Никакого движения, никаких интересов. Даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма. Намереваюсь как можно скорее выбраться отсюда. И действительно, заручившись поддержкой Тверского губернатора, буквально засыпая Петербург, в том числе и самого императора, письмами с просьбой дозволить возвращение в столицу, Достоевский добился таки своего. Уже в декабре он и вправду выбрался из Твери. Тем не менее, филологи уверены, что эти четыре месяца Фёдор Михайлович провёл в нашем городе не только за написанием слёзных писем под общим заголовком во дворец царю-батюшке Александру Николаевичу. Он завершал работу над повестью Силы Степанчикова и его обитателей. И как раз держал корректуры, хлопотал о помещении в печать, держал корректуры. Здесь он задумывал записки из мёртвого дома. Здесь он задумывал уже замысел, был преступление и наказание. Замысел возник на каторге. Но продолжение замысла как раз относится к последующему времени. И здесь как раз был задуман вариант, который называл... Он для себя именовал «Исповедь». То есть рассказ от первого лица, лица преступника. Здесь, что очень важно, Достоевский задумывал издание своего журнала. Ещё роман «Унижняя скорблённая». Работа над этим романом тоже, как считают исследователи, биографы, относится к тверскому периоду. Да и опыт жизни в губернском городе ему потом заметно пригодился при описании провинциальных городов. По крайней мере, перечитывая роман «Бесы», тверские филологи сразу же воскликнули. Ба! Да это же наш город! Мы, читая этот роман, отчётливо понимаем, что действие происходило... Где происходило действие? Потому что пожар, положим, совершенно очевидно, это заложье. То есть это улицы в параллельной реке. Очень явно разделяется город рекой на две части. Собор акцентирован. И, кстати говоря, маршруты многие, они идут именно от собора. Это совершенно отчётливо прочитывается, если мы внимательно смотрим и сравниваем карту Твери того времени с текстом романа «Бесы». Этот квартал мы узнаем то ли за тьмач, то ли за тверечье. Совершенно справедливо. Всё это есть, конечно. Понятно, что знаменитый этот балл губернанта происходил именно в здании дворянского собрания. Многие приметы Твери узнаются. Однако не только писатели-поэты достойны памятника на Тверских улицах и площадях. В нашем городе жили и создавали представители и других творческих профессий. Например, известный художник Арест Кипренский, любивший бывать при дворе Екатерины Павловны, супруги нашего генерал-губернатора и любимой сестры императора Александра Первого. В это же самое время, опять-таки благодаря переезду в Тверь Екатерины Павловны, в нашей губернии творил и гений русской архитектуры Карло Росси. Как известно, главной его работой стал перестроенный императорский дворец. Карло Росси на Тверской земле запомнился не только императорским дворцом. По проектам Великого Зочева у нас были построены немало жилых и общественных зданий. Например, вот этот особняк на бульваре Радищева. Обратите внимание, прекрасный образец классицизма. Все нарядно и при этом лаконично. Ни одного лишнего элемента сразу видна рука мастера. И таких особняков, храмов, возведенных под руководством Росси или по его проектам, на Тверской земле ни один и ни два. Это первая настоящая самостоятельная работа. Для него это был крайне важный опыт. Это учение все было, подмастерье. А здесь ему впервые дали работу, на которой можно было попасть на высочайшие очи. И он попал. То есть реконструкция дворца, особенно интерьеров. Вот то, что сейчас, к сожалению, большому не рассоздаётся. Мы этого не увидим. Потому что когда Росси здесь работал, он же не ломал стены дворца. Дворец уже был. Он делал интерьеры в новейшем тогда стиле. Вот этот вот ранний ампир Александровский. Именно работа Росси, она оказалась для него здесь, в Твери, ну, такой визитной карточкой. Увидев её, Александр Первый заметил этого архитектора. И дальше уже для него были открыты и Петербург, и Москва, и роскошные усадьбы под столицами. С Твери связана жизнь не только российских, говоря современным языком, вип-персон. Факт, известный, наверное, только краеведам. Однако в нашем городе бывал гений мировой музыки сам Роберт Шуман. В Тверской губернии жил дядя Шумана, Карл Готлеб Шнабель. Судя по письмам великого композитора, Тверского дядю он очень любил. И в своих письмах Шуман писал, когда мне совсем будет плохо, и совсем меня всё припрёт, он матери об этом писал, я поеду вот к чертям на куличке в этот город Тверь. Ну, его понимание, это Россия была, конечно, страна морозов и волков. Ну, и вот там я у дядюшки, наверное, обрету душевный покой. На Тверской земле у Карла Готлеба Шнабеля были загородная усадьба и дом. Неплохо сохранившийся, он и сейчас красуется на углу Троицкой улицы и Беликовского переулка. Дом был построен где-то в тысяче, накануне начала Отечественной войны, в 1811-12 годах. Вот он перестраивался, к нему был построен вот во дворе, видите, такой, к мезонину пристроечка. Это её не было. И, видимо, вот эти старинные дубы и липы, которые окружают участок дома, тоже были посажены дядюшкой. В общем, по словам одного нашего тверского актёра, поэта Бориса Михни, он считает, что приезд Шумана сюда даёт какой-то особый свет и вот этому району за тьма, и Твери в целом. Столица Верхней Волжи и сама произвела особое впечатление на Роберта Шумана. В своём дневнике он написал «Вечером при красивом закате увидели Тверь – большой и самобытный, романтически расположенный город». Что интересно, тогда, в 1844 году, Шуман у нас не был широко известен, как, например, Ференцлист, снабдивший, кстати, своего немецкого коллегу рекомендательными письмами для поездки в Россию. У нас их, видимо, прочесть не успели. Когда Роберт Шуман и Клара Вик приехали в Россию, Шумана никто не знал, и дядюшка попытался найти ноты в магазинах заказать, даже Петербург заказывал, никаких нот его племянника не нашлось в продаже, дядюшка был очень так обескуражен этим. Зато Клару Вик все знали, все встречали с большим очень таким почётом. Она имела огромный успех и в Питере, а потом и в Москве. Ну, а к дядюшке надо было, конечно, заехать. Они заехали сюда и несколько дней провели в Твери, а потом поехали в усадьбу дядюшке, которая находилась в деревне Сосновицы. Сейчас это Лихославльский уезд. То ли потому, что, как и Шуман немка, то ли и сейчас в нашем обществе ещё не изжита классовая ненависть, но вполне заслуженного монумента в Твери до сих пор не удостоилась одна из самых великих правительниц России – Екатерина Великая. То, как в Твери игнорируется память о Екатерине Великой, вообще никакой логике не поддаётся. Знаменитая восьмиугольная площадь за моей спиной. Знаменитая Тверской трёхлучи, разбегающаяся от Советской площади. Например, улица Вольного Новгорода. Набережная наша, наконец. И всё это в Твери появилось благодаря Екатерине Второй. А что императрица имеет в благодарность? Площадь названа в честь Ленина, который в нашем городе, если и бывал, то только проездом, а главное – набережная, названа в честь Стеньки Райзена, бунтовщика, разбойника, который в Твери вообще никогда не бывал. Парадокс. А ведь трудно даже среди тверских князей, губернаторов и градоначальников найти персону, сделавшую для нашего города больше, чем Екатерина Вторая. Возродившую Тверь после двух страшных пожаров, её смело можно назвать вторым основателем города. Именно эта императрица даровала Твери ту самую регулярную планировку, которой и по сей день заслуженно гордятся наши краеведы, да и вообще те тверичане, кому не безинтересна история родного города. Что в этом плане было хорошо? Этот план был разумен и соответствовал эпохе. Он соответствовал представлению об идеальном городе. Городе, в котором здание разворачивается, как огромная кулиса, такого театра своеобразной, где горожанин, входя в центр, ощущает себя перед фасадом империи, ощущает себя, видит, он видит эту империю, как она есть. Роскошные здания, правильные пропорции, изящная архитектура. Вот всё говорящее о том, что здесь не захолустье, а один из крупных городов, которые между действительно двух столиц расположены. Так потом было неоднократно, но все регулярные планы маленьких уездных городов, они всё-таки были сделаны, ну скажем, по шаблону. Вот квадрат, две столицы на две столицы, квартал имеет одинаковую площадь, и единственное, что немножко разбивает эту планировку, это линии рек. Всё остальное было просто как наложено, как сетка наложенная на рельеф. Часто даже эти планы были очень трудны в исполнении, именно из-за того, что рельеф не учитывался совершенно. Твери этого не было. У нас ровный плоский рельеф, у нас удобный город. Конечно, увидевшая вот этот вот город Екатерина, она осталась очень довольна, и она осыпала благодеяниями купечества, которое уж постаралось хоть как-то, хотя бы парадный фасад к моменту её приезда, это было через три года после начала осуществления этого генерального плана, вот, план уже был осуществлен, по крайней мере, на участке набережной, и вот между дворцом и гостином двором. Эти дома уже были построены, и их видела Екатерина II. Она осталась очень довольна. Вполне естественно, что посетив перестроенную Тверь, императрица пришла в такой восторг, что назвала город красивейшим в империи после обеих столиц. Неудивительно, что благодарное купечество посвятило Екатерине II монументальное сооружение. И памятник такой в Твери был. Просто при нелюбившем очень свою маму Павле I он был снесён. Это триумфальные ворота? Триумфальные ворота, да. Это были те самые ворота, поставленные на полуциркульной площади. Потом в честь императрицы поставили и другой памятник – колонну на нынешней площади Ленина. Впоследствии её разобрали, в надежде заменить чем-то более эффектным. Однако началась война с Наполеоном, а потом, когда всё забылось. Не вспоминают о великой правительнице, столько сделавшей для нашего города, и современной власти. Так же, как и не помнят об архитекторах Руси, Казакове, Квасве, Никитине или о том же композиторе Шумане. Знаете, для меня это, честно говоря, полная загадка. Я не знаю. Я не знаю, потому что мы давно уже на эту тему и разговоры вели, и как бы в тверских памятных датах. Вот есть такой альманах, который выпускается в библиотеку Горького. Об этом есть информация. Ну вот, я не знаю. Может быть, дело как-то всё-таки сдвинется с мёртвой точки. Во всяком случае, очень хотелось бы на это надеяться. Краеведы тоже не очень понимают странную логику наших властей при выборе памятных досок, табличек в честь тех или иных лиц, бывавших или трудившихся в нашем городе. Не всегда понятен и выбор месторасположения. Взять тот же памятный знак в честь героев Отечественной войны 1812 года. Поставить памятник – это то же самое, что в старое время поставить церковь. Если хотите, надо думать, кто в ней будет поп, кто в ней будет приход. То есть, как к ней экскурсия подойдёт, и что о ней расскажет экскурсовод. То есть, у нас в городе есть великолепный памятник Салтыкову Щедрину. Он хорошо стоит, он красивый, он стильный. Но когда его ставили, не очень думали, как в городских маршрутах, туристических, этот памятник будет звучать. И в результате все знают Афанасия Никитина, все знают Пушкина. Но мало кто знает Салтыкова Щедрина. Хотя, в общем, фигура для Твери чрезвычайно важная. Что касается Салтыкова Щедрина, то и тут уже в наше время городские власти отличились. Чиновникам одного памятника показалось мало. Поэтому решили открыть ещё и мемориальную доску на здании администрации. Да такую, что лучше бы уж не открывали. Когда её открыли, то все просто ахнули. И вот до сих пор это уродство, которое, я не знаю, это насмешка над писателем, я бы считала, продолжает висеть, одно время с отбитым носом, сейчас вроде носком залепили. Нет, но если уж им хочется так увековечить имена всех знаменитостей, хоть проездом, как Лермонтов, но бывавших в нашем городе, можно установить специальный памятник. То ли шутит, то ли всерьёз, говорит Павел Иванов. Это будет памятник такой вот господин во фраке, дама в дорожном салопе там каком-нибудь. И они вот выходят из вагона там первого класса или из дилижанса. Это, в общем, одно... Или сделать в форме вот именно кареты, из которой глядит господин. Ну да, господин с лорнетом, да. Да, вот я тоже говорил с лорнетом. Что-нибудь в этом роде. И они смотрят, и рядом табличка, на которой написано, через Тверь проезжали. Список на табличке, судя по всему, будет внушительный. Его можно начать хоть с Петра Первого. Он, кстати, не только ночевал у нас. Ну и первый в Твери на плавной мост построил. А закончить можно хоть тем же Казановой. А что? Раз знаменитый дамский угодник курсировал между двух столиц, то и Твери он никак не мог миновать. Хочется надеяться, что логика возведения мемориалов, памятников в нашем городе станет всё-таки более внятной и понятной народу. Хотя пока никаких изменений нет. Вот и на днях митрополит Тверской и Кашинский Виктор предложил разбить в нашем городе сквер памяти Сергия Радонежского. Нет, личность, конечно, великая в масштабах Руси. Однако вопрос, а при чём тут Тверь? Почему бы тогда не увековещить память митрополита московского Филиппа, задушенного там, в Успенском нашем же Тверском монастыре, Малютой Скуратовым? Кто в Твере знает, что в этом же самом монастыре 20 лет провёл в ссылке преподобный Максим Грек, известный русский публицист, известный русский переводчик, наконец канонизированный православной церквью? И ведь хоть бы там переулочек, какой в честь него назвали? Однако Тверь, она, как и Гоголевская Русь, не даёт ответа. Кстати, Николай Васильевич в нашем городе тоже бывал неоднократно, и, естественно, проездом. Наверное, пора и ему ставить памятник. О чём вы грустите, вы на пьене стали? Когда так весело вокруг? У ваших ног цветы бы растаскали. Ох, извините, это для подруг. Субтитры подогнал «Симон»